Великий шелковый путь Путь в пределах Ганьсу насчитывает 1600 километров. Одну четвертую часть всего маршрута. Ганьсу включает в себя исторические сокровища и многообразие геоморфологических типов. Известен как золотой отрезок Великого шелкового пути. Великий шелковый путь начинался с двух ворот Тяньшуй и Пинлянь. Затем уходил Кланчжоу, Уэй, Цзинчан, Чанье, Цзюцюан, Дзяюгуань, достигая Дуньхуана. Это череда исторических и культурных городов-жемчужин. Тяньшуй здесь развивалась китайская культура. Фуси, основоположник китайской культуры, родился в этом месте. Ежегодно здесь проводится торжественная панихида Фуси. На этой горе расположены более 7 тысяч скульптур каждой династии Китая. Это позволяет туристам насладиться историей китайского буддизма и искусными китайскими скульптурами. Гора Пинлян Кунтун, известная как первая Даосская гора Китая. Говорят, что здесь император Хуан Ди обращался к Гуан Чэнь Цзи за советами, как управлять государством и получить бессмертие. Лайн Чжоу. Административный центр провинции на реке Хуан Хэ. Туристы любят здесь поесть лапши с говядиной. Тягучая лапша с говядиной, спектакль с циньскими ариями. И плоты из овчины создают атмосферу города с его нравами и обычаями. Берут свое начало в Цинь Хае на реке Хуан Хэ в провинции Гань Цзу. Протяженность маршрута составляет 913 километров. Поразительные ландшафты, образовавшихся благодаря водной эрозии. Цзинь Тай. Каменный лес на реке Хуан Хэ. Каменный лес с его ущельями и извилистая река Хуан Хэ. Гора и река дополняют друг друга. На юге есть три ущелья реки Янь Цзу, а на севере – три ущелья реки Хуан Хэ. Здесь расположены каменные пещеры, служившие пристанищем нашим предкам. Туманное ущелье Пин Ху. Каменный лес Дань Цзя. Следы динозавров, пируэты перелетных птиц. Пышущая растительностью заболоченная местность Тай Цзи. Все это создает Линсио Хуэйский автономный округ. Пейзажи верховья реки Хуан Хэ. Это родина народной песни северо-западной части Китая «Цветок». Гайн Нань – это территория, близко расположенная к заснеженным районам буддийских стран. Раз говорят, что жизнь – череда не случайных случайностей, давайте прочувствуем одухотворенность и силу этого места. В неустойчивых горных хребтах, среди зеленых степей, подобных морю, душа обретает свободу. Двигаясь из Ланчжоу на запад, можно оказаться в коридоре Хэси. Увэй, город, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Здесь находится китайский символ путешествия – летящая лошадь. Это пегас из легенд. Храм Байта в городе Увэй стал свидетелем момента, когда Тибет присоединился к Китаю. Ароматное море фиолетовых цветов являются причинами того, почему Цинчан, столица Никеля, стала самым романтичным местом коридора Хэси. Не забыть первый снег на горе Ци Лянь, когда Гуанчжоу кажется Цянь Нанем. Эти строки, взятые из известного стихотворения, говорят об оазисе в пустыне Гоби на Великом Шелковом Пути. Рельеф Данься в округе Джанье стал одним из десяти геологических чудес света. Это крупнейший императорский ипподром в Азии. Раньше существовали летящие абсары, а сейчас существуют полеты в космос. Это яркое изображение Цзю Цюань. Этот город связывают с вином. Главнокомандующий ход Цзюйбин династии Хань вылил императорское вино в родниковые воды. Отсюда и пошло название Цзю Цюань. Перевод – винный источник. Двигаемся дальше на запад коридора Хэси. Здесь мы видим древний шелковый путь и Великую Китайскую стену. Цзюйгань находится в горах. Если Дуньхуан является пересечением четырех мировых культур, то пещера Могао – культурным храмом человечества. Эта пещера, состоящая более чем из 700 небольших пещер, содержит в себе более 2400 скульптур. Настенные рисунки площадью 45 тысяч квадратных метров. Более 50 тысяч предсмертных надписей. Буддийский рай посреди оазиса в пустыне Гоби. Путешествие на 2000 лет назад. Здесь каждый кирпичик и черепица относятся ко времени династии Хань. Каждая пограничная застава и проход позволяют по-настоящему общаться с историей. Караваны верблюдов, идущие в дальний путь. Всегда полноводное озеро Юэ-Я-Тюань. Ландшафты с сердангами потрясают нас до глубины души. Некогда существовавший великий шелковый путь остался лишь в воспоминаниях. В ближайшем будущем будет открыта скоростная дорога Бао-Лань протяженностью более 2300 километров. Скоростная железная дорога Новый шелковый путь повторяет некогда существовавший маршрут. Тысячи лет. Огромное расстояние. Наследие с двухтысячелетней славой. Бассейн реки Хуанхэ. Скопление памятников восьмитысячелетней культуры. Приезжайте в Ганьсу. Проникнитесь историей. Прикоснитесь к культуре. Путешествуйте среди рек и гор. Почувствуйте особую атмосферу. Ганьсу. Симфония шелкового пути. Симфония шелкового пути.